По горячим следам оценит игру главный тренер команд Сергей Евгеньевич Лихачук Сергей Евгеньевич Табасов Условно, Сергей Евгеньевич Так равный матч, я считаю, с большим желанием у хозяев Мы старались, но такую игра у нас не получилось То, что мы хотели и целый ряд опытных ребят в групповых осадок Не знаю пока по какой причине Надо подумать, посмотреть, да? Мы, откровенно говоря, последние голы, почему-то в последних матчах Пропускаем вот именно с таких забиваний, со стоков Тогда, когда соперник вроде бы создал голевую ситуацию Как в первом тайме, там несколько выходов, когда Кирояр Висклаз вратарь поставит А когда надо помочь рутарю, к сожалению, получается, что соперник более мобильный, более нацеленный Более удачливый, может быть, так сказать Ну и вот, как бы, это, наверное, привело Наверное, чуть-чуть больше желания было у хозяев Мне кажется, все равно Хотя я своих ребят притнуть, честно говоря, мне нечем Они играли до упора, старались там до последней минуты Ну, наверное, слишком много сил мы отдали И силы, и эмоции, наверное, на кубке Пока, наверное, я вот такого, как бы, запала И не у всех увидел себя Спасибо, Сергей Викторович Мы начинали дома И победа нам была необходима Но в то же время мы просили ребят Чтобы они не простались, так скажем, с бомбом головой То есть тот план, который мы планировали То есть практически полностью выдержали И большое, ребята, большое спасибо за это ребятам Реализуй в начале свои моменты Я думаю, что игра, может быть, сложилась по-другому И где-то нам было попроще А так, к сожалению, для нас, может быть, к радости и для болельщиков Вся игра была напряженной И только в концовке результат сложился в нашу пользу Спасибо, вопросы? Вопрос Прихачеву, Сергея Евгеньевича Вот тут оба Сергея Евгеньевича, поэтому еще пора Вторым номером играет Было задумано, Септельмашеву Установка такая была в команде или нет? Ну, первый тайм, да А второй? Ну, второй мы более активно начали Выдвинули нападающего Мы играли вообще первый тайм без нападающих бичей Скажи, у нас нет сейчас на данный этап Такого мощного забивного форварда Которого, как любая команда хочет иметь Поэтому сыграли, насытили середину Сыграли за счет центральных полузащитников Четыре центральных ауэ играла Поэтому где-то понимали, что С бласту надо будет атаковать свои трибуны Все равно побегут вперед И надеясь, что плотно сыграем сзади И на контратаках будем иметь какие-то моменты Но я еще раз говорю, что, к сожалению Если первую часть мы как-то выполняли более-менее То вторую в атаку уже Бежали очень неважно Первый тайм без нападающих бичей Еще вопросы? При слове «Кузбасс» что-то и рыкает еще? Или какие-то ассоциации возникает? А вы что думаете, я на планете? На Марсе живу что ли? Я живу в Кемерово И семья у меня в Кемерово и в Москве живет Поэтому я пол-лета провожу здесь Поэтому это мой дом Как бы кто-то не хотел Меня отсюда выгнать по-русски играя Поэтому не дождутся Я все равно буду здесь Пока у меня моя мама жива А там уже буду думать, где мне жить до конца Играть с «Кузбассом» всегда интересно? Ну, уже понимаете Уже некоторые ее превозносят так, что «Кузбасс» против Лихачева Там и т.д. и т.п. Но я, конечно, хочу всегда выиграть у команды Где я столько отыграл Понятно, что я профессиональный тренер Я работаю с другой командой Понятно, я хочу выиграть Но мы, кстати, в этом году провели четвертый матч официальный Два мы выиграли, одна ничья И сегодня мы проиграли И все матчи, даже первые, которые мы сыграли в ничью Там, вы знаете, счеты 4-4, 4-3, 4-3 мы выиграли Сегодня 2-1 То есть команда-то приблизительно по уровню адекватная, правильно? Поэтому здесь где-то и сказывается уровень мотивации Там подготовка, может быть, чуть лучше, чуть хуже И т.д. и т.д. Поэтому ничего не ёкать просто Выходим, играем, работаем Наше дело как играть Наше дело работать, а там пусть руководство оценит Как, что и почему Еще вопрос Вопрос, Евгений Сергеевич Лихачев Насколько велик кредит доверия к марку Херояри То есть у вас, в принципе, еще вратарь есть? Ну, у меня кредит к нему безграничен, откровенно говоря Он играл в том году у меня в Абакане Поэтому, я думаю, вы сами в том году видели, какой был матч с тем же Абаканом Когда 0-1 проиграл Кузбасс на открытие, что он творил Поэтому, ну и во всех матчах он нас очень достаточно много выручает Вратарь хорошего класса Хотя, я не могу сказать, что у нас какие-то проблемы с там со вторым, с третьим вратарем У нас и второй Сергей Навмов прекрасный вратарь Он финал кубку у нас играл, кстати, очень прилично отыграл И сейчас у нас травмировал просто масло Он друг не играл, но сейчас остановился уже и готовится То есть три вратаря достаточно хорошего уровня Мы здесь, ну, беспокойство не искать и не готовы Сергей Юрьевич, тогда можно? Со соседкой у вас как серьезная ситуация? Все хотят взять травму? Погласите, пожалуйста Изначально думали, что ситуация серьезная Но, на самом деле, к радости для нас и для вас Для наших болельщиков Казалось, что в скором времени он выйдет на поле Я думаю, что не больше трех недель от матча Получение травмы будем загадывать Чего? Я активно подавал У нас хорошо врачи работают Поэтому, я думаю, восстановят выпуск Отлично Газета Кузбасс Господин Тарасов Вот в интернете, в Красноярском особенно пишут Что якобы тренеры Кузбасса сказали после матча с Енисеем Что это не наша команда выиграла, а судьи выиграли Что тут? Лож, что тут правда? Ну, Сергей Иванович иногда лукает, когда говорит И я не знаю По его мнению, наверное, команды Кузбасса и не было, наверное, на поле Только, наверное, только были судьи и команда Енисей Надо просто, наверное, предначально смотреть в корень Потому что, на мой взгляд, команда Енисей просто не это настроилась И в конце игры Хоть он и говорит, что поздравил руководство Кузбасса, но поздравил своеобразно Если вам интересно, могу сказать так Ну вот, нам и интересно То есть, когда все отлично, показывают палец кверху А когда все плохо, показывают палец книзу То есть, для такого человека, можно сказать, великого Я считаю, что это как бы не совсем красиво было По отношению к нам Это он так поздравил? Ну, я не знаю Может быть, он думал, что то ли стоит, то ли не стоит Я не знаю Как объяснить этот жест? Вопрос к Сергею Евгеньевичу Тарасову Что-то происходит с Алексеем Китьковым Пара молодых и перспективных нападающих Намного свежее и интереснее выглядит, чем, казалось бы, человек, который лидером атакой должен быть Ну, у Лехи есть своеобразные, своего рода проблемы Ему не хватает определенной выносливости То есть, начало сезона он всегда проводит хорошо, а середину и конец не очень Поэтому мы пытаемся держать его в тонусе Регулировать тренировочные процессы по отношению к нему И подсказывать какие-то моменты Но, думаю, что совместными усилиями он будет находиться в форме Вопрос для Хачева, Сергей Евгеньевич Вот из телевизионного сюжета Я понял, что губернатор поставил задачу вам медаль довоевать Так или это на самом деле? И без ярко выраженного нападающего, которого действительно не хватает Возможно ли это вообще в принципе? Ну, давайте опнемся от того, что губернатор ни про какие медали не говорил Говорил о том, что хотелось бы, чтобы команда сделала шаг вперед Чтобы основу составляли новосибирские хоккеисты Потому что очень много ребят новосибирских играет по разным клубам И чтобы команда, даже если она двинется вперед То она оставалась там не год, не два, как было раньше Я слышал, что пришло время завоевывать медали У нас была встреча перед сезоном Речи о медалях никаких не шла Поэтому я думаю, что тут реально все понимают Что на данный этап с командой надо еще очень много работать Чтобы комплектовать ее Скорее говоря, мы не настолько сейчас укомплектованы на 100% Чтобы быть готовыми бороться за медали Бывает, у нас впереди сезон Я в чему говорю, что у нас впереди сезон Мы будем работать, а там плеев там неизвестно что и как и почему То есть там вот именно надо Стренинг может быть весной будет Сейчас надо просто посмотреть ситуацию Как у нас будут расти молодые Есть хорошие молодые ребята Мы сейчас привлеклись с Этельмаша 2-4 ребят У нас сегодня трое играло ребят Которым двоим по 19 лет В основном составе стартера Один выходил у нас постоянно 21 год То есть мы тоже как бы сейчас за это короткое время Троих ребят запустили как бы в обойну И я думаю, что как раз вот С культуром этих ребят будет немножко новая волна Немножко зашевелиться у нас те люди, которые Немножко засиделись, мне так говорить Они уже думают, что они незаменимые Но я думаю, нам пришлось проститься с Герасимом С гомбардиром прошлого сезона Который просто игнорировал как бы И просто катался здесь на кубке просто так Как фигуру из крышенька Вот, я бы им поставил там 6-0 за все выступления Вот, поэтому человек не хочет играть Но пришлось с ним расстаться Надо искать, надо появиться у кого-то будет Может менять тактику, не знаю Пока вот То, что нам удалось на кубке сделать Ну, как бы понятно всем Все видели, что там была очень тяжелая ситуация С погодными условиями И вот игра внизу сегодня мы на Впервые, наверное, после Недели, это, наверное, две-три мы Когда у нас тут уехали Двадцатого числа у нас была Последняя тренировка в Кемерово На хорошем взгляд Остальное мы, в принципе, все тренировались на Неважном И плюсы погодные условия были там То есть игра только верха Или мы попали вообще в проливной дождь С зорким играли там И невозможно ничего было делать, как бы Поэтому немножко игра отошла как бы от того, что мы планировали У нас тоже Сегодня те люди, которые внизу играют Неплохо достаточно Тоже Завидовский Тоже Маврин Тоже Шипков Они сегодня не показали, как бы то, что мы хотим, правильно говоря Поэтому будем работать Еще раз говорю, что Дело тренера работать, а как там, что получится А последний вопрос, коллеги Календарь составлен так, что у нас сейчас неделя отдыха Чем займется Кузбасс? Подготовка к КГС-Венесе Плотный Плотный Все по плану Все, спасибо 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 Спасибо